Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Легенду Ивы. Серия четвёртая. Мэй удивляет, и её удивляют. Глава четвёртая. Погоня. Знает лишь время, сколько дорог мне пройти, чтоб достичь счастья. Как мы покинем город? Кадзу глянул в ночное небо. Я думаю. Хорошо, не молишься. Ирония Мэй заставила Кадзу усмехнуться. Не доверяешь милости высших сил? Правильно. Опустив взгляд от тяжело ползущих туч, пояснил. Ночь тёмная, нам на руку. Тебя сильно ищут? Девушка коротко ответила. Да. Уверена, что не паникуешь. Я могу попробовать сначала проводить тебя, а потом выйти сам. Решив немного прояснить ситуацию, Мэй произнесла. Меня считают ведьмой. Считают? Я не ведьма. Тогда в чём дело? Кто-то... Девушка кашлянула. Горло отозвалось болью, будто она проглотила колючку. Кто-то убил мою наставницу. Обвиняют меня. Печально. Красивая была женщина. На воротах проверяют всех, даже юношей. Трут, тряпками лица, смотрят, нет ли грима. Тухло. Значит, порознь никак. Тш-ш-ш. Схватив за локоть, Кадзу резко потащил её в сторону. Прежде чем они свернули на другую улицу, девушка заметила патруль городской стражи. Бывший пленник, теперь беглый преступник, оценивающе посмотрел на Мэй. С сомнением дёрнул щекой. Ты какие игры любишь? Ничего не понимая, девушка перечислила. Слова Ии, Айя Тори, Всёге учили. В детстве совсем маленькая в куклы играла. А что? Догонялки, перескок. Это не игры для Майку. Танцевала много? Да. Это сейчас важно? Да, пытаюсь понять, насколько выносливая. Мэй предпочла не обманываться самой и быть честной со спутником. Я буду бежать, пока не упаду, не сомневайся. Как долго, не знаю. Кадзу вёл её переулками, о существовании которых Мэй даже не подозревала. Свернув к совершенно неприметному дому, остановился. Сунул руку куда-то под скат низкой крыши. Подняв облако пыли, достал кожаный мешок. Интересно, те, кто живёт здесь, знали о его существовании? Наверняка не подозревали. И много у тебя тайников заготовлено. А ты всегда так много вопросов задаёшь? Или только когда нервничаешь? Наверное, второе. Кадзу спрятал за пазуху нож, огниво, ещё какие-то мелочи. Протянул девушке свёрток. Переоденься. В этом будет удобнее. Кинул мешок ей под ноги. На него встань. Земля холодная. Отвернись. Лукавая усмешка коснулась губ Кадзу. В глазах застыла тень издёвки. Однако он выполнил просьбу. Мужское чёрное кимоно. Всё. Ммм, лучше, чем ожидал. А ты? У меня тут не гардероб. Это всё, что есть. Они опять принялись петлять по городу. Но проулки постепенно становились шире, дома богаче. Идём мы в верхний квартал. Там ведь живёт знать, каждый дом охраняется. Надеюсь, он знает, что делает. К удивлению девушки, в самой дорогой части города стража оказалось мало. Побег из тюрьмы. Патрули перевели на бедняцкие районы. Тут нас не ждут. Говоря, он морщился, будто этот факт ему не нравился. Девушка приподняла брови. Гладко слишком. Не к добру. Не представляя, что затеял Кадзума и молча шла следом. Вдруг он остановился. Вон дом. Она проследила направление его взгляда. Большое здание с по-южному изогнутой крышей. Надо попасть во двор, затем в конюшню. Очень тихо и незаметно. Там серьёзная охрана. Ещё там есть подземный ход, который выведет нас за пределы города. Откуда он там? Хозяин дома прокопал много лет назад. Ввозит в город товары, не платя пошлин. Контрабанда? Дайми он назвал бы это так, если бы узнал. А ты откуда знаешь? В ответ Кадзу лишь улыбнулся. Ладно, ты сам им пользовался? Нет. Идём. Когда Мэй двинулась следом, он покосился на неё, подбадривающе, подмигнул. Хотела спросить, не контрабандист ли я? Нет. Один добрый знакомый торгует с тем, кто ходит там регулярно. Они пересекли улицу, остановились у забора. Я залезу и подам тебе руку. Он ловко подпрыгнул, зацепившись за край, подтянулся. Мэй заметила, что пятно от раны на его боку начало разрастаться. Кадзу будто не обращал на это внимания. Через несколько мгновений, укрывшись в тени, они уже были во дворе. Помощник Мэй приложил палец к губам, давая понять, необходимо сохранять молчание. Бесшумно направился к хозяйственным постройкам, расположившимся в стороне от дома. Девушка поспешила следом. Совершенно не кстати, к простуженному горлу подступил кашель. Нет, нет, нет. Она задержала дыхание, затем медленно, глубоко вдохнула. Прошло. У самой конюшника Адзу резко поднял руку. Остановиться и пригнуться. А может быть нужно было просто замереть? Мэй присела. Вовремя. Рядом возник охранник. Не заметив незваных гостей, он прошел мимо. Выждав немного, Адзу приоткрыл двери конюшни. Вдвоем с девушкой они скользнули внутрь. Вход должен быть где-то здесь. Он стал осматривать пол у дальней стены. Мэй ждала, поглядывая на улицу. Похрапывали лошади в стойлах. Шелестел не облетевший листвой холодный злой ветер. Как странно, он похож на голос Адзу. Через время снаружи послышались шаги возвращающегося охранника. Девушка отступила глубже в тень. Вдруг снова запершила в горле. Она схватилась за него, давя кашель, но изо рта вырвалась. Кто здесь? В следующий миг двери конюшни распахнулись. Воин закричал. Тревога! Темнота позволила ему рассмотреть лишь два силуэта. Попятившись, охранник натянул арбалет. Сюда! Он прицелился прямо в лицо Мэй. В тот же миг в ближайшем стойле задымило сырое сено на полу. Конь вскинулся, ударив грудью в загородку. У девушки почему-то подкосились ноги. Мир противно закружился. Она стала падать, и это спасло ей жизнь. Над головой свистнуло. В бревно, поддерживающее крышу, воткнулась короткая стрела. Видя, как к ним бегут другие охранники, Мэй поползла к стене. Стрелявший в нее решился, выхватил меч и бросился вперед. Сено не разгоралось, но едкий запах дыма напугал остальных лошадей. Кругом поднялась пыль, топот от копыт. Заглушая ржание, затрещали доски в стойлах. Животные вырвались, закрыв девушку от охранника. Сюда, их всего двое. Над Мэй появился Кадзу, схватил ее, потащил. Вниз, быстрее. Она увидела откинутую крышку люка над темным провалом в полу. Густой мрак с трудом рассеял тусклый свет. Кадзу дал Мэй свечу, поторопил. Не стой! Прикрывая ладонью трепещущий огонек, девушка побежала по тоннелю. Он двигался позади. Возьмут факелы и пустятся в погоню. Ноги едва держали. Оступившись, Мэй прислонилась плечом к стене. В чем дело? Я не знаю. Все плывет. Кадзу закинул ее руку себе на плечо, крепко приобнил, помогая опереться на него. Прости. Он прошипел. Тихо, двигаем. Она замолчала. Туннель казался бесконечным. Сколько мы уже прошли? Еще под городом или уже за стеной? Внезапно накатившая слабость понемногу отпускала. Мэй старалась не отвлекаться и внимательно смотреть вниз, чтобы не споткнуться. Через время за спиной послышался неясный шум. Их догоняли. Осталось немного. Напрягись. Он остановился под очередной подпоркой, державшей земляной свод. Иди скорей. Я попробую обвалить проход. Стены позади озарились светом факелов. Вижу их. Пошатываясь, Мэй зашагала вперед. Кадзу пнул деревянную колонну. С потолка посыпался песок. Еще один раз. И еще. Сухо затрещало. Он ударил снова. Опять свистнуло. Кадзу схватился за ребра. Из-под пальцев чуть выше прежней раны торчало оперение арбалетной стрелы. Мешок, взятый из тайника, упал на землю. Беги! Ну! Подхватить мешок и убегать. Нагнувшись, Мэй подняла сумку. Собрала все оставшиеся силы. Выбор повлияет на историю в будущем. Ну да. И это хорошо. Да что со мной? Побежала. Раздался треск. Кто-то закричал. Крик тут же утонул в грохоте. Тоннель тряхнула. Девушка выронила свечу. Пол вдруг оказался ближе. Нет. В спину толкнула волна воздуха и пыли. Свеча погасла. Но впереди показался слабый свет. Выход. Мэй рванулась к нему. Пробежала еще немного и... Упала, теряя сознание. Что-то давило на ребра, мешая свободно дышать. Открыв глаза, Мэй поняла. Ее перекинули через плечо. В первое мгновение показалось, что несет кто-то огромный. О нет. Это я маленькая. Опять лиса. Лапы безвольно болтались в такт к хромающим шагам. Бывшая Майку слабо пошевелилась. Остановившись, человек опустил ее на траву. Это был Кадзу. Выглядел он плохо. Бледный, пыльный. Одежда темная от крови. Очнулась? Она хотела ответить да, но вместо этого издала нечленораздельный скулеж. Идти сможешь? Надо. Сомневаюсь, что владелец подземного хода сообщит о нас страже, хоть и испортили моему дело. Много денег потеряет. А вот бойцы его, чтобы загладить вину перед хозяином и репутацию захоронить, в погоню пустятся. Рассвело. Они на лошадях ворота уже прошли и обогнули город. Мы недалеко. Если напали на след, то времени мало. Тявк. Не благодари, пушистая. Рано. Мы еще можем умереть. Бесславно, больно и неинтересно. Кстати, молодец. Спасла мою сумку. Выбор, сделанный ранее, повлиял на отношения с Кадзу. Мэй поднялась на лапы. Идем, не ведьма. Проигнорировав ее эмоции, он качнул головой. Нам надо на юго-запад. Что? О? Что там? Большая развилка трактов. Постоялые дворы, где никому ни до кого нет дела. Пара должников. Безопасное место, до которого я обещал тебя проводить. Ты там затеряешься и уедешь, куда пожелаешь. Его вообще не пугает, что я превратилась в лесу. Будто знаком с такими. Тебе хвост не мешает? Не раздражает? Не обращавшая до этого внимания на непривычную часть тела, Мэй теперь сосредоточилась на ней. Периодически начала оглядываться, нервно контролируя. Спутник, ехидно наблюдая за ней, выглядел удовлетворенным. Ах он какой, а! Какое-то время шли довольно быстро. К отцу стало легче, больше не приходилось снести лисицу. Да и Мэй чувствовала себя заметно лучше, чем в подземном тоннеле. Но вскоре бывший пленник стал останавливаться. Передышки требовались все чаще. Как еще на ногах держится? Вдруг он замер? Слышала? Лисица отрицательно помотала головой. За нами идут с собаками. О, нет! Кисло. Он такими фразочками иногда бросается. Кисло, тухло. Это забавно. Настороженные уши уловили пока еще далекий лай. Найди грибы. Древесные. Срочно. Натрешь ими лапы. Запах поможет сбить собак со следа. И убирайся подальше. Ухватив его за штанину зубами, Мэй дернула. Я уже не бегун. Рыжий. 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 Ну, неси. Только быстро. Выпутываться нужно вдвоем. Не могу я его вот так бросить. Рассматривая деревья, она кинулась искать грибы. До увиденных первыми не дотянулось. На втором стволе они росли достаточно низко. Сбив коричневые наросты, лисица принялась их топтать. Затем схватила сколько смогла, во рту сразу стало мерзко, отнесла Кадзу. Отдать Кадзу. Он растер грибы по подошвам. Ходу. Мэй уже почти поверила, что им удастся скрыться, когда Кадзу упал. Подскочила, тронула лапой руку, зажмурилась, ткнулась носом в лицо. Он не реагировал, глаза были закрыты. Спокойно, нужно подумать, как поступить. Вспомнив, что у лиса боняния должно быть сильнее людского, она потянула носом в воздух. Нет, ничего, обычные запахи леса. Мэй обежала вокруг. Чуть в стороне внизеня обнаружила яму от корней поваленного дерева. То, что нужно. Осталось придумать, как затащить в нее Кадзу. Тут есть хороший уклон, а здесь увядшая трава. Убрать палки, накидать побольше листьев, чтобы скольчили. Хм, тогда должно немного силы потребоваться. Мэй спешно принялась воплощать задуманное. Потом подскочила к Кадзу, ухватившись зубами за ворот, потянула. Тело почти не сдвинулось. Тяжелый. Лисица смешно высунула язык, пытаясь отделаться от неприятных ощущений во рту. Стала тащить попеременно за плечи и ноги. Тянуть за плечи. Тянуть за ноги. За плечи. За ноги. Получилось! Когда Кадзу оказался на краю ямы, лисица уперлась в него головой, толкнула. Песчаный грунт осыпался, и тот послушно скатился вниз. Снова раздался лай. Близко. Скорее. Бросив сверху несколько веток, Мэй забралась в яму сама. Затаилась. Шелест и шорох палой листвы, легкий собачий бег. Затем стук копыт, звон устечек. И все. Тишина. Она присмотрелась к спутнику. Дышит. Выживет. Или я опять буду одна. Села рядом, мягкий хвост обернувшись, укрыл начавшие подмерзать лапы. Тебе, наверное, холодно. Мэй сделала, что смогла, вспомнив старый сарай и опилки, засыпала к отцу листвой. Поборов смущение, вытянулась вдоль неподвижного тела, стараясь поделиться своим теплом. Борись со смертью. Прикрыв глаза, лисица задремала. Девушка вздрогнула. Она вновь не уловила момент, когда стала человеком. Почему это происходит? От чего зависит? Чтобы вернуться в свое тело, я должна обязательно заснуть? Ее белозноб болело горло. Окончательно заболело. Кадзу. Он лежал рядом и, о чудо, был жив. Сильное сердце ровно стучало. Мэй осторожно убрала волосы с бледного лица. От легкого прикосновения веки спутника дрогнули. Колдуешь? Девушка обрадовалась тому, что он очнулся, но улыбка получилась вымученной. Нет, я не... Помню. Мы еще на свободе. Почему не бросила? Мэй не знала, какой из ответов, приходящих на ум, был бы правдой, потому промолчала. Кадзу допытываться не стал, только внимательно, серьезно посмотрел в глаза. Не надо слов, они будут лишними. Я вижу, что ты благодарен. Давай лучше рану осмотрю, только я в этом не разбираюсь. Осторожно задрав дырявую, испачканную в крови одежду, Кадзу скривился. Бок был перевязан кое-как, к тому же не очень чистой тканью. Это на скорую руку, когда из подземного хода выбирались. Выбрался ты и вынес меня. Не испугался заклятия. Разве я могла после этого сбежать одна? Тут прежняя рана разошлась, и что-то торчит. Стрела. Я обломил ее. Мэй всплеснула руками. Как же ты шел? Плохо и недолго. Не противно? Нет. Я сочувствую. Как тебе в голову такое пришло? Что нужно делать? Мэй. За все время он впервые назвал меня по имени. В нем что-то незримо переменилось. Тут же раздался недовольный голос. Ты слушаешь? Или нет? Да, слушаю. Нужно вытащить стрелу. Возьмешь мой мешок. Там игла, нитки, бинты. Зашьешь раны. Ничего сложного. Ты всерьез? Да. Я могу потерять сознание, но это ерунда. Сможешь? Благодаря выбору, сделанному ранее, у Кадзу не останется заметного шрама. Она решительно кивнула. Отлично. После того, как Мэй проделала все необходимое, ее спутник пришел в себя довольно быстро. Он аккуратно встал, оперся о подобранную палку. Не представляла, что кому-то под силу такой контроль над своим телом. Сможешь идти? Уверен? Молча кивнув, Кадзу неуклюже двинулся вперед. На лбу выступили капельки пота. Почему говоришь, что не ведьма? Послушай, я не знаю, почему это произошло. Я не Китсуне. Обычная девушка из деревни. Почти всю жизнь провела в Акия. Но ведь это не первый раз. Она поджала губы. Второй. Оно само, как и обратно. Ладно, а что было в конюшне? О чем ты? Дым, напукавший лошадей. Откуда взялся? Не знаю. Разве не ты что-то поджег? Он усмехнулся, тут же охнув и схватившись за бок. Нет. Ай! Солома начала тлеть сама по себе. Можешь отрицать, но это точно колдовство. Больше там никого не было, а из нас двоих только ты превращаешься в лесу. Вывод? Я не вру. Я этого и не сказал. Помолчав, она спросила. Тебя магия вообще не пугает? А должна? Другие боятся. Мне довелось разное видеть. Уж прости, не хочу тебя разочаровывать. Ты красивая, смелая, пусть даже загадочная, но не страшная. Где ты видел магию? Есть один колдун, знакомый. Подумав, Мэй решилась. Ты обещал проводить меня в безопасное место, только пока не разберусь, что со мной, я не найду такого места. Отведи меня к нему. К этому колдуну. Не факт, что он примет тебя приветливо? Все равно. Кадзу ответил не сразу. Тогда нужно сворачивать к реке. Вскоре ему вновь стало хуже, и все же вечером они вышли к берегу. От ветра и лишних глаз они укрылись среди деревьев. Пока девушка собирала хворост и разводила костер, Кадзу впал в беспамятство. Мелко дрожа от холода, он что-то бормотал, тихо, одними губами. У самой Мэй начался жар. После недолгих колебаний она обняла спутника. Тот дернул головой, прошептав чуть громче. Нет, хватит. Только не вздумай мне тут умереть. Не надо. Убью. Убью. Что это? Простой кошмар или видение из прошлого? Постепенно он перестал дрожать. Успокоился. Девушка по кругу вспоминала все, что случилось за последние сутки. Тюрьму, бег через подземный ход, лес. Усталость постепенно вытеснила страх. Мэй начала засыпать, когда вдруг подумала. Бывшая Майку, теперь Гейша. Я ни разу в жизни не была такой грязной. Что сказала бы госпожа Сумико? Встав, она подкинула веток в огонь и отошла в сторону, к воде. Намочила несколько тряпиц, тщательно обтерлась. Затем вернулась к костру. Вытереть Кадзу. Выбор повлиял на отношения. Стараясь не потревожить его раненый бок, Мэй спустила с плеч Кадзу кимоно. Осторожно провела влажной тканью по ключице, по руке. Пальцами ощутила рельеф его натянутых мышц. Девушка смыла пыль и грязь с шеи Кадзу. Вновь сходив к реке, прополоскала тряпицы. Занялась его грудью. Когда вытирала тело рядом с бинтами, он приоткрыл глаза. Даже если ты очень постараешься. Боюсь, у нас сейчас ничего не выйдет. Если я здесь посильнее надавлю, ты потеряешь сознание? Кадзу слабо улыбнулся. Ты перед смертью ерничать будешь. Я закончу? Спасибо. Спиной повернись. Позже девушка помогла ему одеться. Поколебавшись, снова обняла, чтобы было теплее обоим. Просто необходимость. Кадзу не отстранился, но и сам трогать ее не стал. Утром он выглядел не лучше, однако на ногах держался увереннее. Куда дальше? Не передумала? Нет. В горы? Ко мне домой. В деревню клана Синоби. Или Синоби, Синоби, я не знаю, как это прочитать. Ниндзя? Да. Он ниндзя. Видимо, поэтому его считают опасным. Интересно, чего же он такого натворил, что его хотели казнить? Вообще, довольно интересный персонаж. И внешность у него клевая. Ребят, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ждите новую серию. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.